АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ВОРОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Р norCHCULT И HOSC. $3. Nezapbus $3. $2. $2La $3. $41 $2. $5. ств Еще не наступившим Новым годом по старому календарю, Рождеством, которое будет в начале следующего года, по нашим православным законам, и всеми этими праздниками. Ждаем счастья и здоровья. Вот и все это было. Народ не ходит, а сюда ходит, даже приезжает из того же Новосибирска. Поэтому мы, наверное, начнем все-таки с обязательной песни, которая завтра нас, говорят, сменит снегопад, сменит вот эти морозы. Как видите, идея глобального потепления блестяще подтверждается. Вот. Поэтому сначала споем традиционную песню «Снег», потом «Глобальное потепление», по которой называется «Последний диск». А потом перейдем к концерту по заявкам, потому что главной составляющей нашей встречи является концерт по заявкам, что касается стихов и песен, и чего хотите, и вопросов. «Последний диск», потому что вопросов очень много набегает, причем не все они связаны со стихами и песнями, а некоторые с более печальными вещами. И так, очень старая песня, написанная молодым геологом, которым я уже никогда не был. Тихо поведком шуршит снегопад, звучит ищет на огне. На эти часы, когда все еще спят, что вспоминает зоня? Снег, 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 снег над палаткой дружится. Вот и кончается наш кровь и ночлег. Снег, 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 тихо на дундру ложится, А на берегах замерзающих рек снег, 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 снег. Над Петроградской, твоей стороной, пьется веселый снежок. В стыке в ресницах, звездный озорок, пляжа нижних крюкок. Пробал с задумчивой имей, гоствы их светлой прядь. И над привалами линии, по ленинградскому синий вечер спустился. Снег, 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 снег. Снег за окошком кружится, но не коснется твоих сон молодых лет. Снег, 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 снег. Что тебе, милая, снег, снег, над тишиной завязающий рек снег, снег, снег. Долго ли сердце моё сбегу, ветер поёт на пути. Через туманы морозов, моля на тебя не дай. Вспомнишь, если проснётся наших стоянок огни. Плави пешком, как придётся, песня к тебе доберётся, Даже в небёдной мадыли. Снег, 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 снег. Снег над тайглой кружится, вьюга заносит слены ночных салей. Снег, 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 снег. Он всегда нынче преслится. Взаритый солнце, вон зарный перан. Зарный праздник не мой. Зарый, снег, снег, снег. Спасибо! Давайте немножко меня уберем, что-то мне гудит со страшной силой в этом микрофоне, да? Вот так не гудит? По-моему, по гитаре ведется. А, значит, по гитаре. Я говорю, пока я говорю, настраиваться. У меня такое ощущение, что, на самом деле, это, конечно, стикс остается, но голос, мне мой нынешний, нравится больше, чем 40 лет назад. Вот послушайте. А сейчас нормально. Когда человек перестает видеть мужчину, голос прямо преувеличивает мужские отцы. Очень важное наблюдение, да? Вот такая история. Ну, а что касается второй песни, то я рассказывал... Кстати, для тех, кто первый раз, я уже настолько привык к тому, что все уже не по первому, что за моё представительство «Восходник от слева» Александра Костромина, автор «Дома Костромина». АПЛОДИСМЕНТЫ Тут у нас грядет у меня, если дать доскрипит, страшная дата 20 марта. 21 марта у меня юбилейный концерт занаряжен во дворце съездом. Но это такое очень, не очень хорошее помещение, там жуткая гости. Там только, наверное, ещё такое-то сделано. А вот здесь будет 22-го и 23-го, здесь будет, значит, вот два концерта подряд, потому что уже сейчас, если я правильно понял, там уже почти плохо выкуплены билеты. Поэтому, если кто захочет, ради Бога, приходите, вот лучше сейчас всё сделаем. Но! Представляю, что доживу, в общем-то. Потому что я помню, что в 2006 году на моём концерте в Доме учёных, когда неожиданно упал с лестницы, почему-то не потому, что я там с дуба упал, а потому что эти замечательные люди, они поставили вторую лестницу на капитальный ремонт и вынули из него два проёма. А дверь не оградили. И, зная, что там есть лестница, я обзыл дверью и вышел. И упал, значит, оперированный уже спиной один раз, двухметровой высоты на бетонные конструкции. Тут приехала скорая помощь, меня забрали там. Я ещё идиот в шоке вышел на сцену, начал что-то петь, он сказал, если в зале есть гачку, и всё это включилось. Но когда меня увезли в эту самую травматологию, в какую-то больницу, то весь книжный киоск раскупили на раз. Потому что было ясно, что это всё последнее, всё последнее. Вот такая история. Так вот, начали. Да, у меня даже такой стишок есть по этому поводу. «Выбежала талая вода, глаз не остановишь на ровеснице». Я и сам в последние года почему-то падаю на лестнице. То ступеньки нету под ногой, то на спину заварюсь увечную. И приёмный ждёт меня покой, терапия меня к покою вечному. Перевала сумеречный дым, и лавины бешеная конница вверх по склону. Шёл я молодым, никогда не оступаясь, помнится. Синева пронзительная вода, и нордоста дикая мелодия. Валентина я взбегал на грот, никогда не оступаясь вроде бы. Снова вспоминается Тунис, Боделупа, Касабланка, падая. Нелегка, увы, дорога вниз. Надо и по ней пройти, не падая. А вот мой спор с замечательным учёным. То есть он не учёный, он так политический деятель, но оседлал генеральную идею. На него работало много всего оттачивающих институтов, которые допророчили нам глобальное потепление. Слава Богу, сейчас Россия вышла официально из организаций, подписавших гиотские соглашения. И правильно сделала. И правильно сделала. Да, 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 ещё и пару хорошей. Так вот, хочу сказать, что у меня была песня направленная... Дело в том, что я выступал с такими статьями, докладами против идеи глобального потепления. Их никто не считал, не слушал. С тёмными песнями, видите, Россия вышла из этого соглашения. А в такой погоде, как сегодня, эта песня особенно приобретает актуально. Значение песня о глобальном потеплении, которое названо в последний или, быть, крайний диск. Как водная меня мать. Привычное моё поколение, Нам глобально не просит потепление, Нас пугает гриб свиной гиблой золою. Угрожает нам дырою озонною. Нет печальный народ этой повести. На задушку гриб в жарком поясе, На задушку гриб в жарком поясе, На горах растает рёд, и напомню все. За окошками беда косоротится, Выбежит в море вода и воротится, Все сумеют города затопить она. С герметлона без следа вместе с Питером, Нас пугают от утра и до вечера. Но вы, как детвора, все доверчивы, Когда бычь, чтобы не сгинули быстро вы, Чеш-трепу президенты с министрами. Я кривлю улыбки рот над эпохою, Что озон, что углерод, Все мне пофигу. Не желаю знать о том, что удобно я, Не хочу брать потом водку тёплую. Легко верной земли население, Нам на больное грозит оглупление, Принимаем всё всерьёз, что не верится, Одна улица мороз и метель лица. Легко верной земли население, Нам на больное грозит оглупление, Принимаем всё всерьёз, что не верится, Одна улица мороз и метель лица. АПЛОДИСМЕНТЫ Что за следующие годы На 60% На все спиртные напитки Значит, запасайтесь Кто еще может Когда света не будет Но для России это почти однозначно Тоже главное Торопитесь запасаться И так далее Ну, а мы сейчас Ну, пока Поплывет немножко, да? Да, первая заявка Прошат летчиков Естественно, что могут попросить летчики? Конечно 59-й год Не буду рассказать историю Это петь довольно интенсивно Не буду рассказать историю Моего общения с полярной авиацией Ибо она была достаточно многолетней И мне дали летать на таких На таких вообще самолетах Которых сейчас никто Даже понятия Что называется Шавруха Это такой гидросамолет фанерный Или, да, много чего есть Си-47 Это Лидва, на самом деле И прочее, и прочее И много еще таких Которых Которых Самые страшные Будут летать Сначала На МИ-4 Я помню, что у нас В полярном отряде Нашем В Игарке Летчиков за провинностью Сылали на вертолет Это было самое неприятное Разжалование И наши летуны говорили, что На вертолете летать Всего что трахаться с тигрицей И опасно, и удовольствия мало Это я так помню Итак, песенка Командир Командир со штурманом Латинкой помню старый Голову рукою подопрет второй пилот Подтянувши струны Старенькой гитары Следом борт-механика Тихо надпоет Эту песню грустную Надо забыть порадом На гухомоторе И сердца зачеплены Снова тянет с берега Снегом и туманом Снова ночь нелённая Даже на луны Снова тянет с берега Снегом и туманом Снова ночь нелённая Даже на луны Мы с её романтики Воздушные бродяги Наша жизнь в Бальчишевске Вечная года Прочь-то скуганите вы Выпитые фляги Ты, метеослужба, да Счастье нагадай Прочь-то скуганите вы Выпитые фляги Ты, метеослужба, да Счастье нагадай Солнце без аккаунта И тёмный ветер свет И штурвал послужностно Скалавшихся руках Ждите нас не встречат Школьницы и весны В маленьких асфальтовых Южных городках Ждите нас не встречат Школьницы и весны В утренних асфальтовых Южных городках Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хотя, можно сказать, что Главное, около 40 лет Миров в океане После общения Пятилетнего Полярная общая с авиацией Можно было признать, что всё-таки В океане связь специфика страха Мне дважды пришлось Но там, один раз мы горели, сели Вообще, она может, что Любимая машина Может, она из любого положения Может сесть, и вот это потрясает Вот У меня, к сожалению, я не могу найти фотографию У меня в новой книге Вот в двухтомной Нет, вот этой фотографии Где Аннушка Значит, провалившаяся под лёд Она, так сказать И вот хвост остался И она через 2 секунды Идёт дальше Потому что, вот, с косяком Она держится очень долго Дело в том, что Когда мы занимались Герои-магнитной съёмкой Леды этого океана Мы говорили Мы с собой секретной работой Сейчас можно об этом говорить И поэтому даже Когда мы попадали в глупую ситуацию Магнит-соус выкидывали Даже мы дежурного Сообщать своему И ждать Пока, когда-либо, когда-то Замёрзнет Или, когда-то прилетит А Просто Значит Там у командира Было право первой посадки Значит, он на льдину Он делает 3 круга Оценивает Можно, здесь нельзя Если нет чёрных разводек И так далее И лёд вроде Нормальный свет Он садится Но Норман с ним Всегда можно точно определить Поэтому пару раз Это Провалилось Но Когда Аннушка проваливается Он ещё на пускосяк Держится какое-то время Я этому самому Университет Коскодонка Мы попали в шторм И стояли носом На волну Около моего Страхангу Пять часов Пошла течь И капитан Я сказал Скотину А я был Начальник Экспирит Куда ты меня завёл Я такое сам Второе в жизни вижу Я испугался Очень седой Страханг Капитан И мы Суд начал разломываться И Мой приятель Который занимался Работной съёмкой Десять лет У нас В Иране Там прочее Он сидел Как княжна Тараканова Боськом поджав ноги В залитый водой Кайбил Куда ты меня втянул Куда Чё я дурак Поймал Девочки Сухови Что происходит Но я Верчик Я могу бояться Минуту Но пять минут На целую ночь Это бардак Вот теперь Я, если можно Вспомню Сразу Довольно актуальную У моего нынешнего возраста У моего нынешнего юбилея Пародию Написывающую По 80-летнему юбилею То есть почти Десять лет назад Которая отражается На жалкое Старческое Но никому не нужное Состояние Игорь Михалёв Нет Отвечая Можнать и ветер Ложаные брюки Брошенные в угол Ничего не видно В этой темноте Погоди, немного Юная подруга Руки Винтрясываются И глаза И те Командир Со штурманом Ведь предупреждали И хирург Нашел в голову Мне Спуская кровь Нынче Это самое Получится В серебре Выпитую флягу Не напомнить Вновь Кожаные Дрюки Вновь на старом месте И в стакане Челюсть Бьется О краях Ты чего Пристала Школьница Невеста От Эдди От Дедушки Милая А я Спасибо Идем дальше Как говорит мой друг Уберман Я должен От того момента Когда согласие с женщиной Погоди мне больше Чем отказ Вот память Юлия Кривина Второй раз Спросят Если книжку принесут Я спалю Это есть в книжке Последний После перерыва Второго деления Память в книжке Кораблию Пирсов Моя последняя книга Давайте Спасибо А вторую Спас А песня Которая нигде Не записана У меня Где-то Понимаете У меня на старости лет Пошел приступ Староческой графомагии Вот Значит Поэтому есть Уже пять песен Которые Не успели Войти Невкие диски В том числе И вот такая Которая бросит Позабыть не могу Тот далекий вокзал Где венуарском снегу Я тебя видал Где на нами сиял Как правый ты кристалл И букет был Особенно мал Говорили вокруг Не сходите с ума Разделяли нас страны Гадай дома Не подумают Наверное Могли бы с трудом Что построим Когда-нибудь дом Говорили вокруг Не сходите с ума Разделяли нас страны Гадай дома Не подумают Наверное Могли бы с трудом Что построим Когда-нибудь дом Повторяя наивные Эти слова Обогнули мы землю Не раз и не два Мы искали приюты Вблизи и вдали Дали где мы его Не нашли И у края крыла Закарались огни И командовала Пристегните ремни И искали бы место Под этим крылом Где построим Когда-нибудь дом И у края крыла И у края крыла Закарались огни И команда была Пристегните ремни И искали бы место Под этим крылом Где построим Когда-нибудь дом И искали бы место И у края крыла И у края крыла И у края крыла Мы с тобой полетим И веселую песенку Мы вместе споем Что когда-нибудь Будем вдвоем Спасибо Крылья наставим Я возьму слова Так, мы идем дальше У нас снова Ужняемся А вот это С вашего года Здоровья вам И Ангелы Толиевне Спасибо Будьте с нами А мы с вами Спасибо вам За вас Спасибо Нет, все равно Лучше чем заявка Спасибо А я спою У меня за заявки Все-таки У меня есть Такая песня То есть Есть Одна очень красивая женщина Я не буду ее отдавать Которая очень любит Которая очень любит Песни ретро Она молодая Красивая А я старая Не очень красивая Но Я тоже люблю Песни ретро И поэтому Я сегодня Так говорят Песенка Платиночка Платиночка Ретро Я ей, кстати, посвящала Это Повыше вам Когда Захливнусь я Ретро Умножив Количество Вдов Поставьте Пластиночку Ретро Начало Тридцатых Годов Недавно Церквей И часовин Укрытых Иконы Местят К чему Не шапан Метховен Поставьте Платиночку Взамен К чему Не шапан Метховен Поставьте Платиночку Взамен Платиночку 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 А то, что когда-то влюбили В исчезнувшем доме моем А то, что когда-то влюбили В исчезнувшем доме моем Спасибо История создания песни Пальмы-бабы-ба-бабы И жена французского посла Чем эта песня потом отлилась? Она отлилась за открытие визы За интимную связь с женой буржуазного посла на африканский телевизор Которая вообще не могла быть При всем моем желании Потому что видел ее в сортинах 4 кабель-того со шлюпки Она стояла на берегу Вот все, что было Читайте книжку, том 2 Называется «Деркулесовые столбы. Моя крутосветная жизнь» Там все описано детально Вот Ну, так сказать Ничего не было, к сожалению Я сейчас только что давал интервью Кому-то глянцевому журналу По-моему, у женщин что-то меня заневали И по нравах, о обычаях, о порядках Я начал с той замечательной цитатой Которой, когда начался телемост с Америки Сказала одна замечательная дама Знатая ткачиха Что у нас секса нет Так оно и было Вот, его и не было, как бы, да Я до сих пор вспоминаю Я там цитировал это интервью Как в далеком 1984 году Бувший командир подводной лодки Фронтовик, член партии Он был, значит, у нас главным механиком на судне Он ночью, когда мы пришли в чьи-то веки По-моему, или в фуантефитры Какой-то итальянский порт Он пошел в первую жизнь и подставлял секс-фильм Он пришел, выпил пол-литра Пришел ко мне, а почему-то ночью, в два часа И сказал, и Саня Я всю жизнь прожил Я воевал за эту страну Я весь в орденах Я считал, что все у меня в жизни было Старик, я зря ее пробовал Я его потрясел Мы с тобой еще диковали вторую пол-литру Чтобы его утешить Так что эта песня мне потом отлилась многими неприятностями Кроме того, когда меня сейчас писали доносы советских писателей Потому что я эту песню спел сдуру в свое время советское На новогоднюю ночь как раз в университете И там было большое письмо, что Городинский пытается проповедовать советской молодежи Откровенный разглудный секс Вместо высокой любви советского человека Выспевая постельную похоть И про там много чего-то, и так далее Я даже в ужас пришел Так и сказали Во всяком случае Во всяком случае Я думаю, что Давайте мы эту песню споем А вот вопрос такой Мне задавали буквально позавчера А это правда, что вы выиграли ящик гоньяка? Я его выиграл, а мне его не дали Вам его не дали? Потому что этот проигравший был Владивосток, а я был в Москве Так он и зажег, по-моему А сути вопроса такая Дело в том, что наш суд Дмитрий Менделеев по окончании рейса Когда был написан третий рейс, 70-й год Опять меня немножко фонит, давайте немножко приберем Оно вообще-то было в Владивостокской приписке Я пришел в Калийград И значит разгрузил экипаж Разгрузил науку Они должны уйти вокруг шарика В Владивосток Там что, два месяца И капитан, и старший помощник подспорили На ящик гоньяка Я в любом случае принимал участие Один, что дойдет за месяц Я не буду поцеловать через Советский Союз До Владивостока Все, что не дойдет Я часто брался рекабрии позаду Песня сама собой Значит, через три недели Через три недели я получил телеграмму Саня дошла, приезжай пить Но я не могу петь, конечно Ну, споем эту грустную песню А мне не там, не сняться и не галять Они болят, родные небеса А в Сенегале, братцы, в Сенегале Я такие видел чудеса А вне славы, родцы, о, вне славы Полез гваны, мерцание весла Крокодилы, пальмы, бабабы И жена французка Дружней, дружней Крокодилы, пальмы, бабабы И жена французка Крокодилы, пальмы, бабабы И жена французка Крокодилы, пальмы, бабабы И жена французка Крокодилы, пальмы, бабабы В нем постель распахнутая Настежь И жена французка Крокодилы, пальмы, бабы И жена французка Крокодилы, пальмы, бабы И жена французка Я не знаю, как они его будут опознавать, потому что, в общем-то, если она не играла от старости, конечно, тем не менее, я знаю, что такая идейка у них была. Ну что, значит, едем дальше. Уже есть... Что же ведется по-прежнему? Непонятно, который из микрофонов. Раз, два, три. Что-то с микрофоном сегодня у нас не очень. Что-то, кто ведется, то, наоборот, то и отборозом повешу. Ведется волос Городницкого на сцене. С меня ведется, да. Поле-мое-мое, я поле поменял за это время. От старости. Значит, слышно, нормально? Да. Хорошо. Пожалуйста, вспомните прекрасную песню «Атланты». Любите с детства, полюбите ее еще хоть часик-полтора до конца нашего вечера, когда мы обычно по традиции поедем все вместе, ладно? Раз в детстве вам не трудно. Спасибо. Великолепно. Веренглова земля? Нет. Веренглова? Есть такое? Сах. А, я понял. Сэндамэ, Сэндэр и так далее. Канада. Поверный суд. А, Пенро. Йо-Канада. Замечательно. Спасибо. Над Канадой, над Канадой. Вячеслав Мурлос. Большое удовольствие. У меня есть старая песня о Мурманске. Я, по-моему, это Салага. Я не могу ее не петь, я даже, по-моему, даже не записали нигде. Записали. Записали, но я прошу извинения, потому что настоящие мурманчане, это не та, это правило, взял струк. А настоящие мурманчане говорят «Мурманск». А я, дурак, был, так сказать, неопытный, написал «Мурманск». Поскольку норильская, то я вынужден эту песню снять с производства, потому что еще сделать не могу. Потому что нехорошо, на самом деле «Мурманск», да? Ну, поехали. Это у нас... А, поем-то еще. Канаду. Галифакс. Новая Шарландия. 63-го. Над Канадой, над Канадой. Солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо. Отчего же мне не спится? Над Канадой небо синяя. Меж берез дожди косые. Хоть похоже на Россию, Только все же не Россия. На устоны шепчут к листьям, И любовь замолит шашки. Драхает нас снежокопринский, А не назовет домашний. Мне снежон, как небесенье, Дом чужой не новоселье. Хоть похоже на весенье, Только все же не весенье. У меня снежон, как небесенье. Дом чужой не новоселье. Хоть похоже на весенье, Только все же не весенье. У тебя сегодня святость, У лужек солнечные пятна. Не спеши, милой, как макать, Подожди меня обратно. Над Канадой небо синяя. Между перед дождей ко свет. Хоть похоже на Россию, Только все же не Россия. Над Канадой небо синяя. Между перед дождей ко свет. Хоть похоже на Россию, Только всегда, не Россия. Если можно, исполните вашу песню. Уже исполнена песня от канады. Я хочу для поддержки ваших зрителей спеть другую песню про канаду. Она, кстати, имеет большее отношение вообще к пире. Сейчас я спою. Этот край под листвою зеленый. Дальний край под листвою зеленый, Где закат подыхает вон соль. Под густые тенистые кляды Ты устал их, прими беглецов. Канада, 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 Ягарской воды канады. Горелого леса прохлада И сияние воды голубой. Ах, Канада, 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 Где любому живется как надо. Ты, надежда моя и отрада, Никогда не расстанусь с тобой. Не знаю, ты, надежда моя и отрада. Не знаю, ты. А Канада, 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 Где любому живется как надо. И, надежда моя и отрада, Никогда не расстанусь с тобой. Это по оптимистичнее. А вы что ни разу не пели? Ни разу не пели. Ни разу не пели. Зимнее убранство Спит в Донском монастыре Русское дворянское. Возьмите, Взяв метельник на усы, За стеной, как безднецы, Слали новостройки. Слятся графами дворцы, А дровиня бояцы Забывённой тройки. В Донском монастыре В имя птичьих странствий Спит в Донском монастыре Русское дворянское. Рёгают шуму вопреки, И близкие далеки От грачиных криков. Кавергеры-старики, Кавалеры-моряки И поэт-языков. Окусывавший век баллад, Век гусарской чести. Даны пиковые спят С германами вместе. Под песном для Москвы, Под зелёной травой Скрытый нас не судит. Век, что век закончил свой, Без войны, без мировой, Без вселенских сует. Листопад в монастыре. Вот и осень, здравствуй! Спит в Донском монастыре Русское дворянское. Век двадцатый на дворе, Тёртый дождик в сентябре, Рис летит в пространство. А в Донском монастыре Сладко спится на зре, Русское дворянское. Век двадцатый на дворе, Тёртый дождик в сентябре, И светит в пространство. А в Донском монастыре Сладко спится на зре, Русское дворянское. Сладко спится на зре, Тёртый дождик в сентябре. Спасибо. Перекат, это же конец, сейчас у нас завершается первое отделение. Так, Несколько с вами славится официально чрезвычёного секретаря. Поэтому здесь задают два вопроса, но делаю краткий комментарий. Неслабо. Так, как вы оцениваете влияние колебания солнечной активности на климат, точнее на температурный режим? Первое. Как определяющее, как главный фактор. Второе. Возможно ли повышенное содержание иридия в образцах языконических желобов по телесоскларке? Ничего не могу сказать. Имейте ввиду именно желоба и трансформы для разлома тоже. Именно желоба, да? Ну понятно. Дело в том, что, не знаю, на самом деле, действительно, в зону субдукции идёт доказация, да, ничего не могу сказать на эту тему, потому что никаких, никаких, так сказать, данных конкретных у меня, к сожалению, на эту тему нет, Вадим. Так что, прошу исполнить две песни. Хорошо. Я прочитаю эти стихотворения и спою. Это старые песни 62-го года. Это грустные эпизоды моей жизни в 62-м году, когда мы могли стрелять в людей, цели убить. Не буду рассказать подробности. Я был вынужден это делать. Я не себя защищал, но, значит, стрелять переплыл, конечно. Да. Ну и это самое было твоим остерком. И сейчас эпизода спою. Клёны горбятся понуро, ветки бьются из стекла, Что минуло, то минуло, устаканилось и прошло. Я на север невидимый улетал по Будамок, Над дрехающей льдиной зябки теплил огонёк. Страх под пьяным стоят дулом, не выказывал врагу. Стало тяжести сутулом, спал на шкурах и снегу. Кисти красной и рябиной, спирта синего напалм. Я палил из карабина, слава Богу, не попал. Я нарею горд безмерно в качку я спала ногой. В перепортовую таверну дверь распахивал ногой. В океанские глубины погружался и всплывал. А тогда из карабина, слава Богу, не попал. Я искал лихие рифмы и любил неверных жён. Я коралловые рифы расковыривал ножом. Звёзд под водной рубиной добывая вспоминал, Что поля из карабина, слава Богу, не попал. Облаков седая грива и промокшее пальто. Я судьбе своей счастью, наверное, не за то, Что подруг ласкал любимых, что не слишком век мой мал, Что поля из карабина, слава Богу, не попал. АПЛОДИСМЕНТЫ Который он один из первых установил в эндогенных извержениях Корчатских вулканов. Именно иностроводолжные системы. Вопрос в том, что невидевая аномалия, Это, вроде бы, кажется, доказательность. Да. Ну понятно. Да, понятно. Очень может быть. Ну вот у нас, наш компроцент. Мы же берём абортикант. Мы модерегируем, мы же не будем. Да. Ну тогда каждое место рождение может быть. Агличник вот именно это. Может быть. Ничего я могу сказать. Так. Ну хорошо. И вот песня. Закон. Да. И вот песня. Что мы... А песня. А песня мы... Иплутывая старая. Да. Старая песня. Нам разлука с тобой знакома, Как у времени, не проси. Он горит у подъезда. Долго. Неуютный огонь такси. Чемотом несут родные. И зелёное море погас. И плывут твои мостовые. Может нынче в последний раз. Мне не ждать у твоих вокзалов. Не стоять на твоих мостах. Именно времени было мало. Но не движется в этих местах. Как приехавший, как в горлы. Отвести не могу я глаз. Именно вот твои мостовые. Может нынче в последний раз. В этот век тревожный и шумный. Ненадёжно шумит от встреч. Чётких улиц твоих. Рисунок от распада не уберечь. Восстановят них живые. Вспоминая погибших нас. И плывут твои мостовые. Может нынче в последний раз. Восстановят их живые. Вспоминая погибших нас. И плывут твои мостовые. Уже нынче в последний раз. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и по заключению первого деления. Новогодняя песенка. Которую как раз очень удачно погодили здесь спеть. Песня к радиоспектаклю. По замечательному роману Живерна. Дети капитана Гранта. В новогоднюю ночь. Заметённая снегами Шотландии. Собираются друзья и родственники капитана Гранта. Которые в то время где-то штормуют. Чёрт-те где. Но видимо в серных широтах океана. Далеко от родной земли. И они поют народную шотландскую песенку. В честь мужа, отца и прочего друга. Которого сейчас нет остановок. Пока в печи горят дрова. И рубок свет не вновь. И мёрзнет шёлтая трава. Под снежной пеленой. Пока в печи горят дрова. Собравшись за столом. Раскурим трубки. Но сперва мы друга побегём. Плывёт он в этот час ночной. Неведомо куда. На дне прозрачной глубиной. Ведёт его звезда. Пока в печи горят дрова. И ждёт его жена. Пусть будет нынче голова. И цель его ясна. Пусть над холодной зыбью вод, Где женщин рядом нет. Его по стужу запережёт шотландский пёстрый плед. Пусть в этот день и этот час Среди ночных дорог Его согреет, как и нас, Шотландский тёплый грог. На вверх и зло. Где свистят пенная вода. И ледак по низу. На скостях седая борода. Пока в печи горят дрова. И влёшься за столом. А всех мы вспомним. Но сперва подумаем о нём. Пока бесчинствует норданство И стынет Бересклет. Прованс гласит первый танц За тех, кого здесь нет. За тех, кого в чужих морях От минных мест вдали. Вселяя в сердце боль и страх Качают корабли. Но сон вратится долгий срок, Что им разлук и дан. Пусть возвратит на свой порог И в розный океан. Пока в печи горят дрова. И в югах за окном. Запьём за здравые слова Мерзающий вино. Пусть завтрей. Пусть завтрей. И в югах за окном. Забьём за здравые слова Мерзающий вино. Субтитры сделал DimaTorzok До встречи во втором отделении Все автобусы по второму отделению Прямо здесь будут поставлены Спасибо